Приветствуем вас в видео уроке платформы WolfXNet посвященному сервису BoxShart. Данный вид сервиса предназначен для отображения внутридневных данных по объему торгов. Особенностью данного сервиса является возможность разделения объема торгов на временные интервалы и периоды. Теперь давайте перейдем непосредственно к функционалу данного окна. В верхней части окна, как и во всех остальных окнах нашей платформы, вы видите панель управления окном и панель управления выбором тикера, даты, времени и так далее. Отличительной особенностью данного окна являются две функции. Интервал. Данная функция задает интервал бара либо кластера. То есть в данный момент у нас установлено 30 секунд. Если мы изменим на 10 секунд, то отображение объема в каждом кластере будет производиться за 10 секунд. Вернув на 30 секунд, мы видим немножко другую картину, более сжатую. Как вы видите, есть 5, 10, 15, 30 и минута возможность выбора периода интервала кластера. Функция период. Она позволяет выделять временные периоды на графике. В данном случае у меня было выставлено 5 минут. Если мы перейдем на минуту, мы видим, что в прямоугольнике оранжевого цвета выделились минуты. Возвращаемся на 5, 5 минут и так далее. Также функция External Period, она по умолчанию отключена. Она позволяет выделять еще более крупные периоды при помощи так называемой временной сетки. Вот если мы устанавливаем 15 минут, то мы видим на графике, что 15-минутные периоды выделяются еще дополнительной сеткой. Выбор цвета как базового прямоугольника периода, так и расширенного периода есть в цветовых настройках. Color Settings в контекстном меню, вызываемом правой кнопкой мыши. Далее, Price Scale, все остальные функции идентичны с остальными окнами и об этом вы можете посмотреть в общезнамительном ролике по нашей платформе. В верхней части, как всегда, вынесены основные функции данного, наиболее часто используемые данного окна. В кнопке Setup продублированы. Также основные функции. Window позволяет производить навигацию по открытым окнам. Кнопка Apply применяет выбранные вами настройки. Теперь давайте перейдем к особенностям данного окна. Этим функциям, которые недоступны в других окнах. Настройка Volume Limit производится так же, как и в других окнах, но я хотел бы об этом сказать. High Limit это настройка верхнего лимита, то есть красным выбранным цветом будут отображаться те лимиты, которые превысили 800 лот и более. Вернее, те объемы, которые превысили 800 лот и более. Синим цветом, как мы видим сейчас на графике, отображены объемы, превысившие 500 лот, но не достигшие 800. По нажатию Apply применяются выбранные вами лимиты. Далее. Уникальная функция данного окна Volume Fixing. Данная функция предназначена для того, чтобы наносить на внутридневные интервалы более длительные периоды с объемом. Выделять более длительные периоды с объемом. Что это значит? Вот у меня уже выбран интервал 5 минут и 15, но они отключены. Левым кликом мышки мы их подключаем, выберем здесь другой цвет и нажмем Apply. Что мы видим? Выкрасился один в четвертой минуте текущей 5 минутки один объем с зеленым цветом. И мы видим красной линией за 15 минут выделился объем. Теперь давайте вернемся к функции Volume Fixing. Что у нас установлено? У нас установлен интервал 5 минут, но есть маленькая особенность. Период с 3 по 4 минуту. То есть, вторая половина 5 минутки. Нас интересовал объем, превысивший 500 лот. Максимальный объем с 3 по 4 минуту, то есть по 4.59 до конца 5 минутки. Если объем превысит 500 лот, то соответствующая цена с максимальным объемом за этот период будет выделена зеленым цветом. И в случае со вторым интервалом 15 минут, тут уже он выставлен за весь интервал, то есть с нулевой по 14 минуту, то есть все 15 минут включены. Если суммарный максимальный объем превысит 1500 лот, то данное значение будет выделено красным цветом. Как мы видим, это и произошло. Если сжать график, то мы увидим в 15-минутных интервалах, вот и сейчас, видите, 1500 достиг суммарный объем за текущие 15 минут. И также он выделился. Если вдруг максимальный объем изменится и также будет превышать 1500 лот, то данная линия может передвинуться. И по окончании 15 минут она будет зафиксирована там, где окажется максимальный объем. Мы можем, предположим, изменить данные на 2000 и увидеть, что красная полоска осталась только здесь. То есть, соответственно, вот здесь на вершине объем превысил суммарный максимальный объем 15 минут, превысил 2000 лот. Для чего нужна эта функция? Эта функция позволяет для тех, кто ограничен в пространстве рабочего стола, то есть имеет несколько, один или два монитора, видеть текущую, то есть оперативную информацию в одном окне. Так как я еще раз повторюсь, блокчарт является окном для мониторинга внутридневных изменений цены, собственно говоря, на базе которых и принимаются основные институционные и спекулятивные решения. Следуем далее. Отключим VolumeFixing и перейдем к функции VolumeFixingSecondly. Эта функция позволяет отлавливать, отслеживать, правильно сказать, ключевые, вернее, те накопления, которые вас интересуют в конкретных частях, скажем так, или периодах, интервалах, минуты. Что это значит? Вот сейчас я вам покажу. Интервал 5 минут. Все 5 минут задействованы. Объем 300 лот. Но, как мы видим, мы ищем объем 300 лот в каждой минуте. Всех 5 минут, но только лишь с 30 по 59 секунду. Нажимаем Apply. Мы видим... Вот поделение. Сейчас сменим цвет, чтобы он отличался. Мы видим вот здесь, тут и еще в других местах у нас появились эти объемы. Что это значит? Значит, то есть, с 30 по 59 секунду, 29 минуты, 19 часа, максимальный объем за 30 секунд превысил 500 лот. Мы можем поменять значение, не превысил 300 лот. Мы можем поменять значение на 200 и посмотреть... Вот мы видим, да? Количество выделенных объемов увеличилось. Отключаем данную функцию и следуем далее по уникальному функционалу. Volume Alert. Алерты по объему. Как эта функция работает? Вы видите, что настройки очень похожи на Volume Fixing Secondly. Фиксацию объема, вторичного объема. Здесь можно использовать тот же принцип, либо тот же принцип, что и в Volume Fixing. То есть, целиком за период искать объем, либо в конкретные промежутки, указанные вами временем. То есть, смотрите, если в течение 5 минут, за весь период, вы можете изменить, вы можете здесь поставить со второй по четвертую минуту, с третьей по четвертую, но мы выберем с нулевой по четвертую, чтобы сразу поймать такой алерт. Суммарный объем достигнет 200 лот, то есть, в выбранном, в установленном нами кластере, то есть, в данном случае мы говорим про 30 секунд, то сработает алерт. Давайте, и то же самое относительно минуты. Если свыше 100 лот, в течение минуты пройдет данные, то сработает алерт. Я специально установил невысокий порог, чтобы мы с вами оперативно могли увидеть сработку алерта. Вот сейчас мы ждем. Как только в течение минуты объем превысит в кластере 100 лот, мы увидим сработку алерта. По закону подлости тут же упала ликвидность. Так, ну, пока менять данные не будем. Я думаю, что в течение минуты все-таки необходимый нам объем будет достигнут. Пока продолжим краткий осмотр функционала. Как только сработает алерт, мы это увидим. Стандартные опции, окно с опциями данного сервиса, световыми настройками данного сервиса, поиск тикеров необходимых вам, копирование и перенос линий либо на этот график, либо с этого графика, либо их полное удаление. Подключение симулятора, поставить окно поверх всех, то есть, чтобы оно всегда было, так и называется, да, функция STION TOP. Скрыть панель управления. Вот у нас произошла сработка алерта. Вот мы видим, да, одна минута, объем 100 лот и так далее. Появляется кружочек и нам показывает, где он произошел. Также есть звуковой сигнал. Двойной клик по кружочку, либо по вот мигающей строке, которая исчезла, мы отключаем данный алерт. Чтобы его снова активировать, можно левой кнопкой мыши, вот внизу в левой нижней части экрана, где написано Volume Alert, снова его подключить и он на следующую минуту также будет активен. Еще раз повторюсь, можно использовать более длительные периоды и так далее. Так, сохранение снэпшотов, то есть, снимать с важных каких-то моментов, если вы работаете с историей, данная функция позволяет снимать с графика, скажем так, копию, делать фотографию и в будущем ее загружать и ее использовать. Еще раз повторюсь, если у вас возникнут вопросы, более глубокие вопросы по основным функциям типа Options Color Settings, то рекомендую вам просмотреть наш обзорный ролик, посвященный всем функциям платформы. Вот вы увидели сработку обеих алертов. Я надеюсь, вам понравится использование нашей платформы. Желаю всем удачи и до новых встреч в новых роликах по описанию сервисов нашей платформы. Всем удачи!